Как я там выгляжу, видно, что капюшон примял, как обычно, прическу. Все по-домашнему у меня, да, Никит? Все, слава богу. Готовим сегодня битые огурцы. Хоть что-нибудь приготовим на китайский Новый год, потому что все равно мы будем его отмечать. Прибухнуть мы все любим. Челюсть не сломал. Битые огурцы, поехали. Ничего сложного, нужно разрезать огурцы на 4 части. Это один из самых забавных, самых простых рецептов. Огурцы лучше поставить кожей вверх, по которой мы будем бить. Битые огурцы, они немножко отличаются от малосольных, потому что их нужно слегка побить. Так сказать, вспомнить руководителя, который вам не дал премию на Новый год. Ой, ребята, чувствую, повара будут делать тоже. Битые огурцы. Накрыли пленкой. Пленкой накрываем для того, чтобы затем не мыть обои дома. Суть одна. Там, где мякоть с семенами, нужно прям разбить хорошо, она уходит. Плюс кожу нужно потрескать, понимаете, чтобы она везде была вот потрескана. А если вы чуть-чуть переусердствуете, ну ничего страшного. Так бывает. Да. Ведь китайский Новый год. Теперь их нужно разрезать так, чтобы было удобно вам конкретно есть. Я бы произвольно вообще бы не заморачивался. Вот так. Как хорошо быть поваром, да? Ты когда готовишь... А что, я должен все пробовать. И потом в итоге, в конце дня, а я вроде ничего не ел. В смысле ничего не ел? Ты за три месяца прибавил 8 килограмм. Фасовочный пакет одеваем на руку. Собираем наши битые огурцы, которые прям заполонили все пространство с запахом свежих огурцов. Огуречный запах. Вот так. Сделайте вот так. Это же просто. На 100 грамм один зубчик чеснока. У меня полкило огурцов, я беру 5. Не заморачивайтесь. Вот как режется, так режьте. Реально. Чуть-чуть надавить на него. Чем крупнее вы порежете, тем вам будет проще это все подавать. То есть, мельчить не нужно. Хорошо? Вы его уже раздавили. Этого более чем достаточно. На 100 грамм одно небольшое колечко чили перца. Кто любит поострее, можете лупить хоть весь. Я не любитель. Я люблю получать наслаждение от еды. Поэтому. Кинза. То же самое. На 100 грамм идет одна веточка кинзы. У нас 500 грамм. Мы берем 5. Чтобы огурцы затем украсить, вы оставьте вот эти веточки классные, а корни запилите туда. Видите, она у нас мытая идеально. То есть, не забудьте обязательно промыть здесь много песка. Что мы делаем дальше? Это лезвие ножа, а это обух ножа. Что нужно сделать, чтобы выжать вкус по максимуму из кинзы? Обухом ножа. Побейте. Все. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Так как это будет мариноваться не 5 минут, а часа 3. И чтобы не завяла ваша зелень, закиньте ее в воду. Просто обычная питьевая вода. Зелень наша попьет водички и будет такой прям настоящей, свежей. Как с грядки, знаешь. Давай рубрику заведем советы шефа. Потому что все покупают то, что есть на прилавке в магазине. Я рекомендую только это масло. Это не реклама. Это кунжутное масло, которое достойно быть на вашей кухне. Всего лишь 2 капли просто преобразят полностью ваше блюдо. Все, что вы покупаете в пластике или прозрачное кунжутное, оно абсолютно безвкусное. Там все настолько пустое, что вы вообще кунжута не чувствуете. А здесь прям небо и земля. Приятного аппетита. На кончике столовой ложки кориандр. Свитчили. Кисло-сладкий соус. 2 столовые ложки. Наконец-то последний штрих, а то я уже сам устал. Немножко подсолить. Наше дальнейшее действие. Выпустили воздух. Завяжите пакет. Переверните его. Раз. Два. Три. Четыре. Уберите в холодильник минимум на три часа. Давай покажем, как оформлять битые огурцы. Да. Берем фасовочный пакет, в котором у нас все было. Разрезаем его. Оформляем на тарелочку. Оставляем в пакете жидкость. Нас интересуют только огурцы. Редактор субтитров А.Семкин